Годорев Лазурский, Максим Григорьевич, председатель Санкт-Петербургского философского клуба Российского философского общества, ведущий семинара в Смольном институте РАО философского. Тему, которую я хотел бы сейчас вам сообщить, связана с той конференцией, которую недавно провел наш клуб, конференцией, посвященной наследию Кантора, Герго Кантора, и обозначил бы я ее так. Георг Кантер, Курт Гёдель и мета-теоретика соответствия. Вот так сложно. Я делал аналогичный доклад на этой конференции, а также на семинаре в СПБГУ на философском факультете, семинаре по философским проблемам физики и математики. Итак, к теме моего сообщения. Вот проанализировав статью Георга Кантера о различных точках зрения, но актуально бесконечно, а я знаю, что эта тема подымалась на аналогичных передачах Игоря, так вот Кантер полагал, что очень часто ученые, философы вот эти два понятия неоправданно смешивают. Актуальный и потенциальный бесконечный. Ну, что же понимал Кантер под актуально бесконечный? Ну, во-первых, актуально бесконечный не может быть по Кантеру переменной величины. Вот я так тезисно изложу его позицию в моей интерпретации. Второй тезис. Актуально бесконечное по Кантеру замкнуто в себе, то есть не определяется заданными условиями, математическими или физическими. Третье. Кантер подразделял, что существует актуально бесконечное, присущее Богу. Оно не математическое. И существует трансфинитное, математическое, актуально бесконечное. И вот отличие этих двух актуально бесконечностей в том, что вот как раз трансфинитное, или то, которое математическое, оно может быть доступно увеличению. Четвертый тезис Кантеров. Актуально бесконечное не принимает полностью определенного значения. И последний тезис, который, так сказать, явно прослеживается вот на основании анализа этой статьи. Актуально бесконечное не противоречиво. В отличие от актуально бесконечного, потенциально бесконечное может быть переменной величиной вполне. Оно не замкнуто в себе, то есть оно определяется заданными условиями. Оно может принимать полностью определенные значения, и оно внутренне противоречиво. Это точка зрения Кантера. Теперь, как можно развить вот эти идеи Кантера и привести их в соответствие с современными научными представлениями, в том числе согласовать вот эту идею актуальной потенциальной бесконечности с теоремой Геоделя о неполноте, известной всем. И я вот сейчас изложу исходные предпосылки предлагаемой концепции, очень коротко. Значит, ну вот теория множества утверждает, что счетные множества могут быть как потенциально, так и актуально бесконечными. Счетные множества. Теорема Геоделя о неполноте полагает, что если формальная система не противоречива, то она не полна. И существует онтологический принцип развлечения, который нам будет необходим. Актуально существует только то, что имеет различие. Вот этот принцип онтологический полагает существование различимого именно в актуальной реальности. Ибо потенциально может существовать все, включая то, что различий не имеет. Теория множества также утверждает непротиворечивость понятия актуальной бесконечности как истина бесконечного. То есть если актуально бесконечная истина бесконечна, то, так сказать, потенциально бесконечная это гипертрофированная конечная. То есть это некая величина, которая может принимать сколь угодно неограниченные, значит, большие значения, допустим, но это все-таки не является актуально бесконечной величиной, именно потенциально бесконечная величина. Она не истинно бесконечная, по Кантеру. Теория множеств констатирует противоречивость понятия потенциальной бесконечности, трактуемого именно таким образом, как гипертрофированное конечное. Сколь угодно большое, малое, не истинно бесконечное. Итак, вот это исходные предпосылки, которые я изложил далее. Мы пойдем от этих предпосылок развивать концепцию, которая может быть интересна. Рассмотрим некоторые свойства периодической и непериодической дроби, но более широко, философски, метатеоретически, так скажем. И в данном случае я разбил свое утверждение на очень конкретные короткие вопросы и ответы. Для чего? Для того, чтобы было понятно, что каждый из этих микроблоков является, в общем, непротиворечивым. Это очень важно. То есть утверждение и, так сказать, ответ. С позиции двухзначной логики, конечно. Итак, вопрос. Распространяется ли утверждение теорем Гёделя о неполноте на множество системы знаков рациональной и иррациональной десятичной дроби? Мы полагаем, что ответ распространяется, ибо теорем Гёделя о неполноте утверждает, или полем ее, так сказать, приложения является любая гносиологическая реальность, математическая гносиологическая реальность. И поэтому, естественно, поскольку рациональная и иррациональная десятичная дроби имеют отношение к математической реальности, то они тоже о множестве их знаков можно говорить в контексте теоремии Гёделя вполне. Вопрос. Множество знаков как рациональной, так и иррациональной дроби счетны? Да, безусловно. Множество знаков рациональной иррациональной дроби счетны. И это понятно, это естественно. Множество знаков? Множество знаков, как рациональной, так и иррациональной дроби счетны. Множество знаков. Не понимаю. Вот после запятой вы имеете некое множество знаков. А, счетно. 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 Далее. Дальше мы продолжим рассмотрение свойств дроби. Вот мы имеем дело, допустим, с рациональной дроби, периодической дроби. Мы имеем там, ну, допустим, самое простое возьмем 0,33 и так вот. Различимы ли между собой периоды знаков этой дроби? Мы можем, так сказать, различить эти периоды. Вот взяли один период, взяли другой период. Одну тройку, другую тройку неразличимы. Тройки между собой неразличимы. Периоды. В данном случае период – это тройка. Они между собой неразличимы. Мы фиксируем этот факт. Для нас это важно. Слушайте, давайте, так сказать, сейчас я буду говорить, а потом вы. Хорошо? Хорошо. Вот. Значит, далее. Вопрос. Различимы ли между собой знаки и рациональной дроби? Например, дроби, ну, того же числа Пи. 3,14 и так далее. Да, различимы. То есть они... Вот мы сейчас знаем сколько Пифагор, прошу прощения, Архимед знал, там, несколько знаков после запятой. А сейчас уже 16 триллионов, известно, знаков, числа Пи. То есть речь идет о том, что мы постоянно это знание наращиваем, понимая, что мы в полноте эту дробь никогда не узнаем. Мы просто можем, так сказать, вот это знание наращивать. И сами вот эти вот знаки между собой, они вполне различимы. Поэтому-то мы и познаем эту дробь. Потому что знаки различимы. Далее. Существует ли актуально только то, что различимо, а конкретно множество знаков и рациональной дроби? Ну, вот если посмотреть с позиции такой антологического принципа различения, существует то, что имеет различие, актуально существует то, что имеет различие. Вот с точки зрения этого антологического принципа посмотреть на иррациональную дробь, то мы увидим, что это множество, 3,14 и так далее, числа Пи, множество знаков после запятой, оно существует именно актуально. Не потенциально. Ведь это очень тонкий вопрос. Как раз в Кантеровом смысле очень тонкий вопрос. Потому что вот Древняя Греция. Существовали ли микробы в Древней Греции? Ну, конечно, существовали. Просто Древние Греки о них не знали. Вот в этом же смысле существуют и знаки вот этого числа Пи после запятой. И мы их познаем в этом же смысле. То есть мы познаем их потенциально, а они существуют актуально как данность. Да, мы можем сказать, что множество знаков после запятой рациональной дроби существует актуально. Следующий вопрос. Существует ли только потенциально то, что неразличимо? А конкретно множество знаков рациональной дроби. Например, дроби 0.33, о которой мы говорили. Ну, в потенции может... Вот в потенции, в будущем времени потенции, да? Мы не различаем события. Мы можем предполагать, что какие-то события возможны, какие-то более возможны, какие-то менее возможны. Но мы не различаем события. То есть в будущем, в потенциальности события неразличимы. Вот они неразличимы так же, как неразличимы знаки вот этой рациональной дроби после запятой. Между собой. Или периоды рациональной дроби. То есть это множество существует потенциально в смысле неразличимости элементов этого множества. Далее. Не полно ли множество знаков и рациональной дроби в смысле неполноты нашего знания всей последовательности этих знаков? Ну и ответ напрашивается. Да, неполно именно в этом смысле. Всей последовательности знаков и рациональной дроби мы никогда не узнаем. Наше знание неполно этой последовательности. Вопрос. Полно ли множество знаков рациональной дроби в смысле полноты нашего знания всей последовательности этих знаков? Конечно же полно. Мы периоды знаем и нам этого достаточно. Мы эту дробь знаем. Наше знание одним достаточно полное. Далее. Вопрос такой. Противоречиво ли понятие потенциальной бесконечности в смысле нарушения им закона исключенного третьего, применительно к понятиям конечное-бесконечное? Вот сложно поставленный вопрос, но тем не менее я не нашел более простую формулировку. Смысл его в том, что если мы стоим на позиции двузначной логики, то потенциальная бесконечность называется бесконечностью, при том, что это гипертрофировано конечное. Противоречие именно в этом. Мы имеем дело с гипертрофиром сколь угодно, выходящим за всякие конечные пределы. Множество, но все-таки это множество гипертрофировано конечное, а не бесконечное в истинном смысле слова. И в этом смысле понятие потенциально бесконечное, как гипертрофированное конечное, оно противоречиво. Вот об этом идет речь. Следующий вопрос. Не противоречиво ли в этом же смысле понятие актуальной истинной бесконечности? Да, ответ напрашивается, что не противоречиво именно в этом смысле. То есть, да, это бесконечное множество знаков, и оно не противоречиво в смысле непротиворечивости актуальной бесконечности как-то как. Далее. Вопрос. Противоречиво ли множество знаков рациональной дроби в смысле потенциально бесконечное? Да, это множество знаков противоречиво именно в этом смысле. Не противоречиво ли множество знаков иррациональной дроби в смысле непротиворечивости понятия актуальной бесконечности? Ответ. Да, не противоречиво именно в этом смысле. То есть, я специально разбил на такие короткие вопросы-ответы, для того, чтобы понять, что, так сказать, к чему я приведу в итоге вот сейчас. Итак, обнаруживается в результате наших рассуждений некая общая закономерность. Ну, я сначала процитирую Канта. Актуально бесконечное целое миро не может быть дано целиком. К нему можно только приближаться последовательно по конечным частям. Так вот, в смысле теоремы Гьоделя о неполноте, счетное множество знаков потенциально бесконечной, десятичной, рациональной дроби полно, но противоречиво. А счетное множество знаков актуально бесконечной, десятичной и рациональной дроби не полно, но не противоречиво. То есть нам удалось связать вот эти представления актуальной потенциальной бесконечности с теоремой Гьоделя о неполноте. Здесь еще один очень интересный момент. Дело в том, что вы знаете, что математики знают, что есть периодические дроби. Так вот, периодические дроби, оказывается, что периодическая дробь может быть конечной и бесконечной, она конечна в том случае, когда она соотносится с какой-то рациональной дробью, и она бесконечна в том случае, когда она соотносится с какой-то иррациональной дробью. То есть существует чисто математическая некая закономерность, которая указывает на актуальность одного множества и актуальную бесконечность одного множества и потенциальную бесконечность множества другого. Помимо тех рассуждений, которые я вам сейчас привел в своих. Итак, какие же возможные приложения той общей закономерности, которую мы обнаружили? Ну вот, в отношении времени. Актуально бесконечное или прошлое время? Ну, космологических моделей много. И там большой взрыв, инфляционная модель, и, так сказать, есть сторонники стационарной Вселенной, не расширяющейся. И идут постоянные дискуссии. Космология – это наука, которая постоянно меняет свои точки зрения. То она расширяется Вселенной с ускорением, то она расширяется с замедлением. Вот. И в этом смысле кто-то иронично заметил, по-моему, Ландау, что космология – это такая наука, которая часто ошибается, но никогда не сомневается. Вот. Значит, при всем при этом я небольшой экскурс в космологию сделал для того, чтобы было понятно, что речь ни в одной из космологий не ставится об абсолютном начале всего. Любая космология исходит из того, что, так сказать, вот, она апеллирует к какому-то, так сказать, началу, но это не есть абсолютное начало, это есть какое-то, так сказать, вот, нечто такое, что... Это нечто такое, после которого мы начинаем какие-то научные утверждения себе позволять и так далее, но не... Имеется в виду не... Это не есть абсолютное начало. Любая космология исходит из того, что время актуально бесконечно в прошлом. Скажем так, время в широком смысле, в глобальном смысле актуально бесконечно в прошлом. Но в связи с этим резонно задать вопрос, актуально бесконечно ли прошлое время? Да, конечно, актуально бесконечно. Прошлое событие мы различаем так или иначе. Вот. Они отличаются все друг от друга. Они индивидуальны, эти события, в отличие от будущего. А вот будущее, оно, конечно же, потенциально бесконечно. Во-первых, оно не наступило. Во-вторых, мы не различаем событий там. Мы только можем предполагать их. Для нас это ряд пока, так сказать, чистый лист. В этом смысле мы можем спроецировать вот это наше знание на представление о времени. И вот очень интересно, Аристотель по этому поводу рассуждал. Он говорил о том, что у времени тоже есть свое начало. Но оно не в начале и не в конце, оно в середине. По Аристотелю. И вот этот момент теперь не имеет длительности. В этом смысле Аристотель, конечно, был пророк. Вопрос. Актуально бесконечно ли несчетное множество точек реального пространства, заполненного, по нашим предположениям, иррациональными точками материальной среды? Иррациональными точками. Да, мы полагаем актуально бесконечно. Ведь актуально бесконечно может быть не только счетное, но и несчетное. Поэтому мы говорим о том, что множество точек реального пространства, оно актуально бесконечное несчетное множество. Оно находится в взаимооднозначном соответствии с актуально бесконечным несчетным множеством математическим. Итак, вот сейчас мы можем более широко подытожим и расширим обнаруженные нами закономерности. И очень, так сказать, тезисно я покажу вам возможность расширить их. Расширить вообще, так сказать, на науку, на основании науки современной. Но перед этим я хочу... Да, и это все связано с развитием идей Кантера об актуальной и потенциальной бесконечности, осчетных и несчетных множествах. Как вот эти идеи, насколько они плодотворны сейчас. Процессировать хочу Шарля Эльмита. Да. Существует познаваемая реальность, она вне нас и не зависит от нас. Но все то, что мы можем о ней знать, зависит от нас. Остаток реален, но вечно не познаваем. Шарль Эльмит. Итак, по нашему предположению, знанию соответствует актуальная бесконечность, а познанию только потенциальная. То есть, вот этот весь массив того, что мы можем познать, он совершенно актуальный бесконечный. Но наше познание, оно, конечно, конечное, гипертрофировано конечное. Мы не знаем, сколько познает каждый из нас, и сколько познает наша цивилизация, и сколько познает другие цивилизации, возможно, существующие в космосе. Но это познание потенциально бесконечное. И вот эту закономерность мы можем спроецировать на гносеологию, то есть на науковое познание. Следующее. Вот то, к чему мы пришли. Актуальная бесконечность соответствует иррациональной дроби, а потенциальная бесконечность соответствует дроби рациональной. То есть, в математической реальности есть совершенно определенные аналоги, которые нам олицетворяют и ту, и другую бесконечность. И, наконец, следующий тезис. Тоже мы об этом говорили. Будущему времени соответствуют счетные потенциально бесконечные множества. Прошлому времени соответствует счетное и актуально бесконечное множество. Реальному пространству соответствует несчетное и актуально бесконечное множество. И последний. Это все, так сказать, метатеоретическое расширение вот этих соответствий, которые были нами обнаружены. И, наконец, последний тезис, с которым я уже выступал здесь на вашем новой натурфилософии. Я просто его приведу и очень тезисно расскажу об этом принципе. Это метатеоретический принцип соответствия, который лежит в основании физики, по нашему представлению. Значит, смысл сводится он к следующему. Каждому фундаментальному понятию соответствует свое множество. Взаимодействие соответствует множество целых чисел. Почему именно целых? Дело в том, что даже в теоретической физике квант взаимодействия есть неделимая величина, есть некая единица. И в этом смысле все множество взаимодействий, с которыми имеет дело физика, каких-то локальных взаимодействий, можем вполне разбить по целочисленному принципу. Что невозможно со временем? Потому что времени соответствует множеству рациональных чисел. Дело в том, что момент времени мы не определяем, мы его назначаем. Это может быть 10 в минус 44 степени секунды. То есть, значит, теоретический предел для временного промежутка. Это может быть 10 в минус, допустим, 17 степени секунды. То есть, экспериментальный какой-то минимальный промежуток времени. Это может быть 1 секунда в какой-то необходимой системе отсчета. Это может быть даже год, скажем, в каких-то космологических построениях. Значит, в этом смысле время у нас не является множеством, вот в этом смысле целочисленным. Это множество неких рациональных величин. Причем оно не может быть непрерывным математически, потому что в этом смысле оно бы просто не текло. Если бы оно было непрерывным математическим множеством времени. Далее. Среде. Вот той самой среде, о которой сегодня шла речь, которую очень активно развивает такой замечательный исследователь, как Ярослав Григорьевич Клюшин. Этой среде, по нашему глубокому убеждению, соответствует... Не развивал. Соответствует множество иррациональных чисел. Иррациональных чисел. И вы понимаете, что делается в физике, в теоретической? Там есть два вида расходимости. Значит, расходимости одного вида, они связаны с тем, что... Это тоже о том сегодня шла речь об этом. Что есть точечные частицы, и когда частица принимается за бесструктурную какую-то, так сказать, частицу точечную, то мы получаем бесконечную массу, энергию частицы. То есть речь идет о том, что игнорируется структура, структура частицы, ее внутренняя и внешняя среда. Это первый момент. Есть второй вид расходимости, когда появляется в вот этих самых феймановских диаграммах бесконечное множество виртуальных частиц. Это тоже расходимости. И оба вида расходимости связаны с тем, что физиками игнорируется вот эта среда, этот эфир. Это иррациональное множество, которое всячески, так сказать, в свое время игнорировалось математиками. А потом эта среда, которая соответствует, взаимнооднозначно соответствует множеству иррациональных чисел, была выкинута из арсеналов науки. Может быть, даже не совсем справедливо, потому что... Потому что это... Вот сейчас эти расходимости заметаются под ковер. Что, так сказать, по идее, не должно было быть в науке. Далее. Пространству заполненному соответствует множество действительных чисел. Это понятно. Но поскольку действительные числа, они состоят из рациональных иррациональных чисел, у нас рациональным числом соответствует элементу времени, физических взаимодействий. То, значит, иррациональным числом элементы среды. То пространство заполненное будет у нас пространство, математическое это будет пространство действительных чисел. И вот давайте мысленно проведем такую операцию. Мы удалим из реального пространства все содержание, тот самый эфир. Понятно, что реально это сделать невозможно, а мысленно возможно. Вот мы проделаем такую процедуру. И что мы получим? Мы получим некую мыслимую пустоту. Некую мыслимую пустоту. И вот по нашему глубокому убеждению, этой пустоте соответствуют как раз гипердействительные числа. То есть вот эта актуально бесконечно малая и обратная, и актуально бесконечно большая величина в смысле нестандартного анализа Робертса. Не случайно он так эффективен при расчетах различных. И наконец движению соответствует множество чисто мнимых чисел. То есть никак иначе описать движение квантовой частицы невозможно, как с привлечением, так сказать, мнимых чисел. И даже академик Портрягин описывает путь точки, путь частицы в плоскости комплексного переменного. Понятно, что это не траектория, это именно путь. И с помощью этого можно описать, с помощью мнимых чисел можно описать движение квантовых частиц, чем объясняется, собственно говоря, комплекснозначность волновой функции. А почему? Почему я имею в виду, что комплексное чисто описывается движение квантовой частиц? Нет, не комплексное, чисто мнимое. Не комплексное, чисто мнимое. Ну, потому что возникает парадокс Зенона, который, так сказать, вот... Мы перешли уже к вопросам, к ответам, хорошо. Я согласен на такой расклад. Значит, который... Ну, который... Движения нет, сказал мудрец бородатый. Другой смолчал и стал перед ним ходить. Сильнее бы не смог он возразить, хвалили все. Ответ замысловатый Пушкин, да? То есть, парадоксы Зенона... Но, милые друзья, забавный случай сей. На память нет. Другой случай приводит. Ведь каждый день пред нами солнце ходит. Однако прав у прямой галереи даже. То есть, речь идет о том, что иначе модель движения квантовой частицы, вот элементарная ее... Туннелирование квантовое тоже. Невозможно представить. Мы тут как-то говорили о том, что алгебраически это возможно сделать. Я могу даже привести, как это алгебраически делается. Таким образом, эту модель можно построить. Ну, пожалуйста, давайте я вам приведу сейчас. Раз зашел такой разговор... Нет, ну, вопрос действительно интересный. Вот, хорошо, хорошо. Ну, позвольте, я нарисую тогда, да? Да, так, крайне бога, рисуйте. Очень много чисел разных. Хорошо. Вот, смотри. И вдруг в партовой механике возникают мнимые числа. Вопрос. Вот я хочу свою позицию прояснить на эту тему. Значит, вот, допустим, Портрагин пишет. Да, вот есть такие вот... Такой вот, вот так можно описать путь точки в плоскости комплексного переменного. Вот это Портрагин. Значит, я полагаю, что таким же образом можно описать, в моем упущении, движение одиночной квантовой частицы между двумя какими-то областями. Вот она мигрирует, тоннелирует туда-сюда. Вот с помощью вот такого же вот круга, так сказать, можно описать, в комплексной плоскости. Теперь, что касается алгебры. Давайте допустим, допустим, что вот у нас есть момент времени, минус один, да? Момент времени. Это момент времени прошлого времени. Частица где-то находится. Прошлый момент времени. Где-то находится частица квантовая. Значит, она взаимодействует, эта квантовая часть, скажется, со внешней средой. И в результате этого взаимодействия появляется у нее, я образно рисую, потенция и актуализация перемещения. Допустим, и это вот некое перемещение частицы на новое место. Потенция и актуализация перемещения у нее появляется. Это корень из минус единицы, да? Затем потенция, а? И это корень из минус единицы, да? Да, и это корень из минус единицы, да. Да, правильно, правильно, корень из минус единицы. Хорошо, хорошо. Корень из минус единицы, конечно. Ну, и зачем они появились? А? Зачем они появились? Вот в прошлый момент, как это интерпретируется? В прошлый момент времени частица взаимодействия со средой, в прошлый, необратимый момент времени, частица взаимодействия со внешней средой произвела вот эту потенцию и актуализацию перемещения своего тоннолирования. А это математическая абстракция. Минус единица, понятно. Продолжение момента. А корень? Корень квадратный. Это математическая абстракция. Это так сказать вот... Мы уходим... Нет возможности нам описать движение квантовой частицы на вещественной оси. И мы, соответственно, логически уходим в эту комплексную плоскость для того, чтобы описать это движение. Я вам его описываю. Далее. Что получается? Мы умножаем потенцию на актуализацию. По моему глубокому убеждению это функция божественная. То есть это функция, так сказать, высшего разума. И получаем что? И получаем что? И получаем единицу. Единицу. То есть частица у нас была здесь. Минус один. Произвела взаимодействие со средой. Потенцию, актуальность, актуализированность собственного перемещения. Затем это все перемножилось каким-то высшим разумом. И, наконец, частица переместилась вот на новую точку пространства. Вот это значимое как альбин. Вот. А зачем это все вообще? А? Для того, чтобы алгебраически описать квантовое туннелирование частиц. Алгебраически описать. Не просто в комплексной плоскости с помощью вот этих путей, да, комплексной переменной, точки плоскости комплексного переменного, а и алгебраически. Ну, вот очень интересно, конечно, но трудно воспринимается. Ну, хотя бы потому, что вот потенция, это как бы потенция. Она философски понимается, философским умом очень хорошо. Вот. И что такое актуализация, тоже достаточно ясно, понятно. Но вот как перенажать потенцию? Ну, давайте такое аналогию. Я вам приведу такую аналогию. Вот шахматист, да? О, шахматы есть, да? Нельзя их открыть. Ну, шахматист. Можно открыть? Нет. Нельзя, да? Игроком. Ладно, хорошо. Значит, вот есть фигуры на шахматной доске. Есть шахматист. Да. Шахматист подымает фигуру. В этот момент уже ясно, что будет сделан ход, но не ясно куда. Он ставит фигуру, значит, на этот самый ход сделан. Вот в тот момент, когда он подымает фигуру, потенция хода перемножается с его актуализацией. И, так сказать, можно я закончу все-таки? Вы меня перебиваете. Вы мне не дали договорить. Я пытаюсь вам объяснить, вы меня перебиваете. Это уже понятно. Нет, непонятно. Хорошо, давайте. Я дать мне закончу, тогда будет помочь. Вот. Значит, и вот в результате делается ход. Понятно, что шахматист это очень такой метафорический образ. Скорее всего, в этой образе шахматиста можно допустить какой-то высший разум, который берет одну квантовую частицу, ставит на место другой, та, которая на другом месте уходит на место третьей, та на место четвертой. И вот такое вот бесконечное цепочное перемещение, так сказать, во Вселенной реализуется, по моему допущению. Ну, это, так сказать, конечно... Хотя, в общем, знаменитый эксперимент Козырева, касаемый фиксации частицы в момент, когда, ну, знаете, это известный эксперимент, да, Козыревский, когда фиксировали сигнал от настоящего положения звезды, реального, от световой сигнала прошлого положения, и даже от будущего, но факт тот, что он вполне объясняется вот таким подходом. Частица излучила фотон в какой-то момент, он занял место в цепочке, и вся эта цепочка, и, наконец, на конце этой цепочки оказался вот объектив телескопа. Понимаете? То есть, если эту модель такого принципа домино спроецировать на, так сказать, вот этот эксперимент, то получается, очень интересный, может быть, результат. Ну, на мой взгляд, у вас там в стрелочке написано некорректно. Да, конечно, конечно. У вас должна быть стрелочка от I, одна стрелочка, следующая в I-. А никакого там умножения быть не может просто. Ну, вы умножаете на то, что предполагается, на то, что есть. Да, да. I- это актуально, и поэтому умножение просто это лишняя операция, в данном случае. Какая? Она не лишняя, потому что без нее мы не окажемся в этой точке. Ну, так это называется по окону под ответ криптичной. Может быть, может быть, я, вот этого я не исключаю, что, так сказать, вот это некорректно, но для этого и существуют математики, философы математики, для того, чтобы, так сказать, предложить какую-то другую, может быть, схему, найти недостатки в этой... Я допускаю, что ваша критика может быть справедлива в данном случае, но это попытка, попытка должна, так сказать, поддерживаться, наверное. Вот, наверное, все, что я вам скажу. нет, у меня была такая идея, что она целочисленная, но она оказалась... Она оказалась несостоятельной, я объясню, почему. Потому что, на самом деле, физическое взаимодействие очень четко локализуется в пространстве времени ну согласитесь и в этом смысле мы можем их целочислено пронумеровать грубо говоря что невозможно в отношении момента времени то есть если множество целых чисел оно соответствует нигде не плотному множеству на числовой оси то множество элементов времени соответствует всюду плотному множеству на той же числовой оси вот такое допущение именно потому что дискретности во времени мы не обнаруживаем мы обнаруживаем дискретности скажем в поле физических взаимодействий но во времени дискретности мы их просто постулируем но с этим я категорически согласиться не могу во первых что мы не обнаруживаем дискретности мне нравится сказать как раз дискретность очень здорово обнаруживается более того я должен сказать что и логически дискретность времени она обнаруживается вот каким образом если уж вы постулируете скажите каким образом я просто рассказываю свое мнение категорического несогласия ну мнение мнение мало нужно агументировать в любой период любого маятника можем делить сколько угодно на части а что мы делим мы делим взаимодействие да какие то нет не взаимодействие Просто период маятника, любое. Поэтому любое число мы полагаем, что можем делить его до бесконечности. И вы полагаете, что это время? Да. Я полагаю, что да. У нас время определяет через периодический процесс. Ну вот, наверное, все все-таки упирается в проблему определения времени. Ну, а какое еще другое? Физики через часы, через маятник, через измерять. А почему бы не принять как длительность ньютонов время? Ну, что значит ньютонов длительность? Все равно оно сводится к измерению. Это периодический процесс. Любой периодический процесс. У меня известна скорость. Я иду 100 шагов в час. Таким образом я прочитал 100 шагов. Таким самым образом я узнал, что такое час. Наверное, мы говорим о разных вещах. Вы говорите о измерении времени, а я говорю о сущности времени. Это не одно и то же. Опять, может быть, это не одно и то же. Но тем не менее, вот опыт вроде бы, есть подозрение, что любой период любого маятника, он делим до бесконечности. И тогда странным образом... Я согласен с вами, что он делим. Оказывается, что в измерении времени у нас странным образом с вашей логики показывает то, что время, вы говорите, не делимо, а оно оказывается делимо до бесконечности. А, ну то есть вы хотите сказать, что оно просто рациональное число. Момент времени – это рациональное число. Так. А физическое взаимодействие – целое число. Вот в чем отличие одного от другого. Физическое взаимодействие. Вот физическое взаимодействие – целое число. А момент времени это рациональное число. А физическое взаимодействие, что вы имеете в виду, что вы не совсем поняли? Что я имею в виду под физическим взаимодействием? То есть пространство, оно множество... Вот, хорошо, я объясню. Можно я отвечу на уровень? Значит, что я имею в виду под физическим взаимодействием? Вот у меня есть такая модель движения квантовой частицы. Частица находится в среде. Она взаимодействует со средой. Затем она исчезает в одном месте, возникает в другом месте, тоже взаимодействует со средой. В результате чего изменяется ее импульс? Это экспериментально наблюдаемое, когда мы можем сказать, что частица изменила свой импульс. Но временные масштабы настолько мизерны, настолько мало времени частица проводит в окружении среды в каком-то конкретном месте, настолько мало времени, что мы вот этот момент времени, когда она находится в окружении среды, взаимодействует, изменяет свой импульс, можем сказать, что она взаимодействует со средой. Это некое взаимодействие со средой частицы в этот момент происходит. То есть частица это не среда, но это не эфир получается. Эфир почему? Это эфир. Она сама состоит из эфира, она находится в эфире. И она взаимодействует с эфиром. Но важно то, что мы можем сказать, что она в какой-то момент времени находится в одном месте. Ну скажем, перед туннелированием она находится в какой-то точке пространства. Она взаимодействует со средой, потом она туннелирует в другую точку пространства, там тоже взаимодействует со средой. Но временные масштабы совершенно несопоставимы с возможностями ее в эти моменты зафиксировать. Она настолько мизерная, что у нас просто нет технической возможности ее обнаружить. Но потенциально есть. В взаимодействии с ней, вероятно, мы каким-то образом изменяем условия эксперимента, и происходит так называемая редукция волновой функции, так сказать. Я не понимаю. Следующее. Вы говорите, когда у нас есть скачки, то есть у нас время рациональное число, то там скачков никаких быть не может? Подождите. Вот есть у нас рациональное множество. Множество рациональных чисел. Да. Множество рациональных чисел имеет пробелы. Оно может иметь пробелы, но не имеет скачков. Она не имеет пробелы. Одну минуточку. Так. Это по определению всюду плотного множества. Нет. По определению всюду плотного множества, она, множество действительных чисел пробелов, она не имеет. Игорь, вы не правы. Вы имеете в виду, что какая-то иррациональная. Нет. Сейчас, мы найдем. Между частицами. Ну, вот этого нету. Согласитесь, нету. Потому что множество всюду плотное. А у множества рациональных чисел всюду плотное. Нет. Это означает, что у любой, у любого иррационального числа, у любой заданной окрестности, сколь угодно плотно, вы найдете всегда рациональное число. Да. Поэтому пробелов там нет никаких. Там есть пробелы. Расскажите. Множество рациональных чисел. Скажите, как раз. Множество. Сейчас объясняю. И всюду плотное множество. И множество иррациональных чисел. Потому что у них разная мера. Но то, что у них разная мера, это не означает, что у них есть пробелы. Игорь, можно мне все-таки, так сказать, ответить на вас вопрос? Да. Только чтобы не перебивать меня. Да. Значит, мы имеем, это чисто математический факт, мы имеем множество целых чисел. Множество целых чисел имеет скачки и пробелы. И то, и другое. Да, имеет. Имеет. Множество непрерывное, континуальное, не имеет ни скачков, ни пробел. Да, не имеет. Не имеет. А множество рациональных чисел может иметь пробелы, но не имеет скачков. Вот посмотрите и загляните в литературу. Это так, как я говорю. Так, как я говорю. Пробелы скачки вы различаете, что ли? Да, конечно. Что это такое? А чем вы имеете пробелы скачков? Объясняю. Скачок – это когда мы можем обозначить последний и первый элемент следующий за ним. Вот это скачок. Когда у множества есть, у неких двух, значит, вот мы рассекаем множество на два, и мы имеем последний элемент у одного, как это называется, сейчас я вспоминаю, с точки зрения математики. Сечения. А нижнее множество имеет верхний элемент. Вот это скачок. Это скачок. А пробел – это когда нет ни нижнего, ни верхнего элемента. Вот это пробел. Понимаете, в чем отличие? И вот рациональные числа имеют пробелы. Мягко скажем, это не классическое условие и скачка, и пробелы. Ну, во всяком случае, почитайте литературу, это так. Ну вот, что вы литературу читаете? Ну, это не мой вымысел, это не мой вымысел, это литература, на которую вполне серьезная, на которую можно сословиться. Еще раз, что ли. Далее, далее. Значит, вот смотрите, смотрите. Если говорить о множестве целых чисел и о множестве физических взаимодействий, да, ну, понятно, мы говорили об этом. А вот время, вот квантовая частица, она находится где-то. И она скакнула на новое место. На новое место скакнула. Мы никогда не зафиксируем вот тот элемент времени, когда это произошло. Никогда. Даже теоретически не можем это сделать. Это то, что практически. Это значит, мы всегда берем какой-то допуск временной. Это значит, что у множества времени имеются пробелы математические. Математически имеются пробелы. Как у рационального множества. Загляните в литературу, Игорь, я настойчиво вам рекомендую. Заглядите в литературу, и вы там найдете следующее утверждение, что рациональное множество могут, множество рациональных чисел может иметь пробелы. Это скачки, можно сказать. Скачки и пробелы может иметь множество целых чисел. Скачки и пробелы. А вот множество рациональных чисел может иметь только пробелы. Множество рациональных чисел может иметь только пробелы. Скачков оно иметь не может. А пробелы это что такое, когда между чиселами А, между А и Б нет другого числа? Нет последнего, нет первого элемента. Пробел. Нет последнего, нет первого элемента. У множества. У множества. Рассеченного на два. Множество рассекаем на два. Вот если у него есть первый элемент, допустим, и нет последнего, это континуальная множество по Дедекинду. Ну смотрите, проблема же она состоит в следующем, что да, у нас и рациональные числа есть, но у нас всегда с любой бесконечной данной точностью, у нас есть рациональное число, вот сколько угодно близко. Поэтому говорить, что это пробел, ну совершенно неправильно. Может это имеется ввиду разница именно в потенциальной бесконечности, а в актуальной? Вот еще раз, возвращаемся к Дедекинду. Как он определял... Как через сечение вопроса и рациональных чисел. Дедекинда определяет рациональное число, как через сечение вопроса и рационального числа. Дедекинда пошли от обсуждения... Связаны с супремумом и инфимумом, когда он достигается и не достигается. Вот он его так определяет. Вот эти супремум-инфимумомные точки и есть те, ну то, что называется... Ну так это же неправильно. Сопутаться в терминах, пробелы или скачутки. Ну так это же неправильно их называть так. Ну это... Потому что это другая... Ну ведь мы же не можем ёлку назвать и березой. А здесь ёлка называется березой. Слушайте, я хотел захватить литературу, очень серьёзную литературу, и просто забыл вот на сегодняшней. Где как раз вот таким образом определяет... Теоретическая арифметика. Издательство 50 какого-то года, но серьёзными учёными написано. Вот именно так определяются пробелы скачки. Именно так. И не иначе. Посмотрите... А что авторы? Хотя бы один, ну примерно. Посмотрим, как они определяются. Потому что осину нельзя назвать ёлкой. А диван назвать автомобилем. Ну нельзя. Ну если у нас есть ёлка... То есть это не пробел и не скачок. Потому что неправильная терминология заводит уже непонятно куда. Ну, я вам повторяю. Я не выдумываю. Это, так сказать... Ну в интернете это, кстати, тоже есть. А что это тогда? Вот эти супремум и имфинум. Что это? Если это не скачок и не пробел, то что? Это не ёлка и не осина. Это иррациональное число. Так определяется иррациональное число. Во! То есть они... Значит, всё-таки рациональные числа между рациональными. Да, да, ну да. Ну вот это назовём... Оно между ними. Как вам нравится? Ну пробел-то... Прискачок или пробел-то... Пробел-то подразумевает определённую длительность, дистанцию. А этой длительности дистанции здесь нету. Здесь вопрос терминологии. Вот это... А где называем... Это нет такого... Я посмотрел, и я обиделся, что пробелы употребляются только в таком смысле. Этих пробелов. Когда говорят о сечении диди-кинда, и обсуждают, и говорят, что иногда, иногда не бывает... Нельзя найти вот этот гранический... Ну, в супремум или... Да, гранический элемент. Да, нельзя. Вот. И тогда вот... И это даже не математический термин, а вот эти пробелы, вот этот... Вот. Ну, тогда надо просто договориться о терминологии. Нет, но для Максима Григорова вообще-то существенно, потому что у него частичка... Нет, а пространство открыло. То есть сначала... Оно... Неправильно терминолог используется в сечении диди-кинда, а потом именно из-за того, что есть неправильное, из-за того, что неправильное, из-за того, что неправильное. То есть из неправильного терминологического понимания делается недалеко идущий вывод. Слушайте, я вам эту книгу специально принесу, чтобы вы ее посмотрели. Посмотрели и, так сказать, поняли, что это действительно, так сказать... Это действительно отличительное свойство рациональных чисел. То, что они обладают тем, что рациональный... Множество рациональных чисел может не иметь ни верхнего элемента, ни нижнего. Множество действительных чисел имеет только один элемент, либо верхний, либо нижний. И рациональных тоже. Ну, не кондинуальный элемент. Но она имеет один элемент, нижний, они совпадают с сечением диди-кинда. Действительным числом, да. Это сечение диди-кинда. И множество целых чисел обязаны иметь и первый, и последний элемент. Да. Вот и все. Об этом и речь идет. А как назвать это скачками и, так сказать, пробелами? Потому что скачки и пробелы для вас, для вашего построения, оно существенно. Именно то, что они там есть. Хорошо, мы с вами поняли друг друга. Ну и все. Мы к какому выводу мы приходим? Я отвечал на вопросы. Надо терминологию докладчику почистить, чтобы не возникало вот этих вопросов. Да, ну ладно. Потому что изложение, ну, я боюсь за философскую часть, изложение довольно гнятное. Или нет? Да, да. Как философ. А, ну, понятно, что хотел сказать. Да, ясно, что он хотел сказать. Да, непонятно. А что непонятно? Вот, выводы все. Выводы, что, в общем, надо... Нет, прошу прощения, очень казалось просто, откуда возникают мнимые числа в пантовой механике. Потому что отстроится на оператора, а оператор вызывает самосопряженный. А если оператор самосопряженный, значит, сразу же требуется их комплексность. Почему самосопряженность требует? Для того, чтобы у самосопряженных операторов был вещественный спектр. Да, чтобы был вещественный спектр. И вот тогда условие самосопряженности, оно приводит к тому, что формулируют квантовую механику на вещественных имнимых числах, но результаты их всегда вещественные из-за самосопряженности оператора. Вот так мне казалось. Ну, это типа просто такой ход, как бы, да? Да, это придумка для объяснения непонятных явлений. Для нас важно, что... Квантовая механика работает, она считает... Для нас важно, что вот этим скачкам частицы, скачкам ее координат частицы, мы можем сопоставить именно мнимые числа. Вот это факт. И, значит, мне кажется, что это очень важно с точки зрения понимания квантовой механики. Понимание, что движение мнимо. Движение мнимо. Что значит мнимо? Мнимо в математическом смысле. Описывается как мнимыми числами математическое движение. Перемещение квантовой частицы. Да, да, да. Я бы все и спросил. Не, а вот есть же еще другие множества, помимо там комплексных, и что там дальше... Кватернионовы имеете? Ну, там, по-моему... Да, числа Келли дальше идут. Да, да. И что, может, они тоже... Куча еще что-то... Вот с кватернионами очень интересно получается. С кватернионами. Дело в том, что, насколько я понимаю, что кватернионы, они с привлечением уже там четырехмерного пространства, четырехмерия в комплексных, комплексных, то есть еще комплексные плоскости. Нет, три комплексные, да? Три мнимых оси. Три мнимых оси, да. Так вот, здесь интересно, что как раз если говорить о том, что множество перемещений элементарных частиц зацеплены между собой, то вот описать-то мы можем это как раз с помощью кватернионов, как ни странно. Потому что мы получаем некий объем. Если единичное перемещение, оно в плоскости частицы происходит, то множество перемещений, причем синхронных, оно происходит в объеме. То есть это спутанные частицы? Да, получается, что мы можем описать какие-то запутанные, мгновенные, совершенно отемпоральные перемещения множества частиц, привлекая именно к алгебру кватернионов. Мне казалось, что в кватернион возникает естественность того, что кватернион задает неприводимое представление в ОПСО-3, то есть вращение трехмерного пространства. Ну, возможно, и так. А комплексные числа возникают, пожалуйста. И комплексные числа дают неприводимое представление вращения трехмерного пространства? Клубы СО2. Поэтому физики они возникают везде. Потому что проще, чем углы туда в руки и взад-вперед, проще взять одни числа в случае двухмерных вращений и другие числа, то есть квадриллионы, в случае вращений трехмерных. Игорь, тут же попытка просто привязать математические абстракции к физической реальности. Может быть, это такая игра какая-то, но что может есть какое-то сопоставление. Соответственно, соответственно. Нет, но оно должно быть содержательное. Потому что вы просто так перечислять и говорите, а это, это. Есть же громадное количество гипердействительных чисел. Ну да, я про это и говорю. Бесконечные. Это у нас почему мы не выделяем? Потому что это у нас замечательные числа и квадриллионы эти штуки, которые у нас являются без нетривиальных длительных дулей. А вот остальные с нетривиальными длительными дулами есть. Почему Максиму Григорьевичу другие гипердействительные числа не являются? Это непонятно. Ну, я ничего не имею против. Я просто хочу сказать, что я говорю о том, что методологически можно развивать этот подход. Можно отвергать какие-то, так сказать, отдельные его утверждения. Может быть, в чем-то этот принцип, который я утверждаю, он несправедлив. Его можно развивать, совершенствовать и так далее. Но подход сам по себе методологический, он работает. Вот о чем речь. Ну, непонятно, как я уже говорил, если у вас время... Вот это огульная критика. Она мне очень не нравится у вас на этой... Рассказывай, если время у вас число является рациональным, то у вас невозможны интегралы по времени. А пространство тоже. Я забыл про формулировку. У вас там пространство какое-то потенциальное бесконечное. Вы просто интеграл не можете взять ПДТ. Нет, нет, вы не правы. Вы не правы. Как я не правы? Нет, я говорю... Почему я не могу взять ПДТ, считая, что оно состоит из плотного множества? Никак. Потому что... Потому что... Мера 0. Да, мера 0. Так мы говорим всюду не об интеграле этого самого, но по мере. Мы говорим о честных риммоновых интегралах, как пределе некоторой последовательности. Правильно, но тогда у вас риммонового интеграла, вообще говоря, не будет верхняя и нижняя сумма между собой. Как не будет? Если оно плотное, для всякой непрерывной интегрируемой функции будет единственный предел. Если я возьму пределы по счетному множеству. Они как раз плотные, вы даже говорите, что между ними нет никакого просвета. Да, но тем не менее, мера множества ДТ, обычный интеграл по ДТ, будет равен нулю. Ну, этот интеграл предел к этих самых ломаных. А мы эти ломанные можем взять по плотному множеству. У вас все равно мера его будет равна нулю. Тогда вы сумму будете брать. Ну, как же вам? Вы будете брать сумму. Вы будете брать бесконечную сумму, а не интеграла. Интеграла у вас не будет. Так бесконечная сумма и даст предел. Мы определяем интеграл так, как бесконечную сумму вот этих самых. Бесконечно малых. Ну да, бесконечно малых приращений. А в плотном множестве именно это и происходит. Вы даже отлицаете, что там есть какое-то приращение. Да, это не так. По непрерывной функции все последовательности пределов сходятся к одному. Просто по непрерывности функции. Но не все же ваши функции такие хорошие. Конечно. Есть куча неинтегрируемых, для которых действительно интеграл по этому же плотному, и пускай не плотному, а какому-то множеству. Будет неопределенным. Будет, да. Или бесконечность, или их будет. Или ноль. Два, три или ноль. Конечно. На то и выделяется класс интегрируемых функций, чтобы был единственный предел. Ну, мы же по Лебегу можем это интегрировать гораздо больше. Да, вот именно. У Лебега это не получается. Потому что он сразу берет меру того множества, по которому происходит интегрирование. Интеграл-то это у нас Лебеговский? Почему это? Ну, какой? Кто составляет нас Лебеговскими интегралами? А мы честно верим товарищу Лебеговскому. Спасибо, Ирослав Григорьевич. Как я пропустил, что вы обсуждали? Мы обсуждали то, что если у нас время оказывается множеством рационального, то значительное количество интегралов, поэтому рационального множества, но нулю, то есть в Лебеговом смысле. То есть если интеграл Лебега, то есть интеграл Риммана. Даже не значительное, просто все. Да. Вот, например, у меня есть функция Дерегле. Но это по Лебегу. Которая по Римману является неинтегрируемой. То есть это штука, которая всем рациональным числам ставит соответствие 0, а всем рациональным единицу. И вот с точки зрения Риммана такая функция является неинтегрированной. А с точки зрения Лебега интегрированной. И у нас вот оказывается, что большое количество функций, которые мы считаем, наблюдаемых, у нас оказываются неинтегрированной по этому множеству. Вот, друзья мои, мне в заключении хочется сказать несколько фраз. По пожеланию вот здесь компаний, которые собираются. Замечательно интеллектуальные люди. Если не сказать больше, гениальные, наверное. Вот, значит, но вот, друзья мои, у меня к вам большая просьба. Вот создавайте для докладчика комфортную ситуацию. Тогда он вам, так сказать, он вам выдаст все и с лихвой. Но если вы будете его, так сказать, пытаться поймать в мелочах, так сказать, и загнать в угол, и это будет целью вашей, так сказать, миссии... Вот сейчас это будет делать. Максим, да. Максим Розлович Николаевич. Это не так. Обратите внимание, плата нет? Нет. Ну что, на этой счастливой ноте и заканчиваем, да? Ну что, на этой счастливой ноте и заканчиваем?